ребята всех с наступающим всем счастья здоровья благополучия вот так вот мои хорошие я хочу вам показать у нас в этом году вот такая вот небольшая маленькая елочка вот конечно же от кристины который мне пришел значит он обязательно здесь тоже ангелочек вот такая вот у нас елочка вот такие вот у нас здесь подарочки малышка вот так я вам хочу показать мы немножко украсили гирлянду повесили конечно когда темно очень красиво у нас получается все светится но вы еще не забывайте у меня же здесь еще и шарик который придает тоже вот так вот мы сделали так что вот так мои хорошие сейчас мы с вами плавно плавненько ответить сейчас тоже девочки зоны звонили я им показывал на видео связь они так мы сейчас плавно с вами переходим на кухню мы еще не украсили кухня у нас еще будет украшаться но это я так для себя знаете сделала чтобы мне немножко весело здесь было такой домик избушка это избушка избушка такая моя вот она маленькая елочка маленькая малышка вот такое на нее цветок повесила короче вот так вот так вот сюда я пойму это мы еще будем украшать здесь у нас гирлянда еще будет висеть и вот так по верху мы повесим вот сюда гирлянду на штору и будет она так красиво нам просто удлинитель надо гирлянда есть удлинителя нету ну все ребята сейчас посидим я вам расскажу одну историю такую новогоднюю которая произошла со мной в тюрьме и немножко пообщаемся ребят ну вот так вот я короче немножко вам показала как я это все украсила вот так вот у меня сегодня вот такое вот новогоднее настроение чуть-чуть конечно же с нами хотела кофе не хочу потому что буду вспоминать историю одну очень интересную это было на тюрьме когда меня только закрыли вот представьте это 11 год мы сначала давайте мои хорошие чтобы следующий год две тысячи значит 22 вот был прям наш год потому что это год тигра это мой год и я конечно же хочу чтобы вот именно в мой год год тигра у вас у всех было все замечательно вот правда от души вам желаю это пару глотков и начнем рассказывать вкусненько вы знаете это вот как раз меня за камня короче 8 декабря меня осудили у меня был суд естественно я попадаю под новый год и самое что интересно вот хочу вам напомнить вот кто смотрел мои истории тот понимает и тот срок когда на два года на малолетку я уехала это тоже было 26 декабря у меня прошел суд прям как раз перед новым годом представляете ребят прям перед новым годом меня короче закрывают и здесь то же самое вот тоже самое но если вот люди если вы немножечко верите вот в ту избушку которого у меня есть избушка на коре ножки да вот я сижу в этой избушке я вам что хочу сказать вот кто занимается нумерологии вы прекрасно понимаете и знаете я знаю у меня много девчонок которые уже ко мне обратились а но так как наступает волшебное время волшебное время и мы раскрываем немножко все такие тайны которые у нас есть и многие девочки вот обращаются и мне там говорят свет да у тебя в роду там есть у тебя это действительно это это сама чувствуешь ты это знаешь но вот кто занимается нумерологии я раньше очень сильно любила эти гороскопы очень не нравилось мне очень нравилась нумерология тоже это все по-своему изучал но 26 декабря представьте два плюс шесть сколько получается восемь ребят получается восемь и если соединить год моего рождения там ну вот так вот по нумерологии посоединять то в принципе я на тот момент могла бы и вычислить через сколько лет со мной произойдет несчастье очередное и представьте восьмое декабря одиннадцатого года я попадаю опять ну короче что я вам хочу сказать мои ребята я не хочу я не хочу чтобы это было ну я хочу новогоднее вам настроение просто вот чего вот каждый раз теперь я конечно умею высчитывать я теперь знаю могу заранее всегда иду на шаг на два стараюсь идти впереди самой себя немножко рассматривая и просматривая в будущее чтобы как-то ну сделать себе конечно я не совершаю никаких и ни в коем случае преступлений больше все хватит стоп но все равно на всякий случай я всегда все просматриваю так вот что я сейчас вам хочу сказать вот давайте историю значит представьте тюрьма да ну у меня на тот момент вообще вот сейчас даже девчонки мне звонили горит ой светка ну ты вообще ты труд и другая ты вообще ты ну ты цветешь и пахнешь такое впечатление ну что ты замуж вышла у нас у женщин как если женщина хорошей значит она вышла замуж нет ребят я просто кайфу от того что я мама какие бы у меня отношения с моими сыновьями не были но я мама я кайфую от этого мои дети рядом и я как женщина не увидаю понимаете я наоборот я кайфую от того что вот я по-своему счастлива вот так вот по-своему счастлива отсюда вот все мое вот это вот мой внешний вид скажите и и что я вам хочу сказать вот представьте конечно я когда по и но попала для меня это было ну я даже объяснить не могу на восемь лет я себя полностью потеряла потеряла моя душа ревела каждый божий день каждый божий день оболочка ходила а душа была всегда в слезах я постарела лет на сорок это точно я была совершенно другой человек абсолютно ну я умирала в зоне я просто умирала ребят я не жила там я там просто умирала есть конечно такие мадам которые в зоне наоборот расцветают понимаете они прям цветут там и пахнут а я нет я умирала ну как бы там не было значит все таки с восьмого там до декабря моя истерика там маленько прекратилась она встает новый год и вот девчонки в камере они готовятся над умы у нас было четыре человека в камере значит мы конечно же девчонки готовились а значит устраивали вот этот стол там делали накрывали там все дорога там открывалась она вызвать тюрьма знает что такое что такое тюрьма тюрьма она начинает жить после десяти часов вечера все там начинается дороги там начинают летать парашюты вы славливаешь а вот эти эти как строка как трат трассы плетутся ну короче там столько все уже позабывала все название даже представьте и вот подготовка идет кто-то удочку эту делает для того чтобы словиться вот эту вот сюда в короче суета тюремно тюремная суета все хотят друг друга поздравить и мальчишки в которые типа влюбленные в нас девчонок и мы типа влюбленные в них у нас конечно же мы начинаем и всевозможные подарки друг другу отправлять но нам для этого нужна дорога как без этой дороги вот представьте время где-то наверно минут без пятнадцати двенадцать значит все дорога наладилась а там уже вовсю идут груза все и конфеты идут кофе идет чай идет сигареты идет малявы пишутся ну короче все жизнь наладилась тюрьме тюрьме жизнь наладилась и представьте двенадцать часов но мы все затаились а там да все значит ждем что двенадцать часов сейчас мы наш зоновский такой ну зоновский и на тюрьме на тюрьме тоже правда ребят не было никаких спиртных хотя конечно же мальчишки по-другому отмечали у них более было интереснее чем у нас у девчонок они нам хотели загнать но не получилось а не получилась такая смена была и короче ноги на полпути оборвались а ну ладно мы и без спиртного нормально намешали кофеечек с газировочкой короче все это сделали по-человечески и вот представьте вот так вот мы значит сели за столом сидим разговариваем там все и на и такой сильный шум шум такой непонятный бубу 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 так вот стук в тормоза представь такой стук вообще непонятно какими-то ну прям вот знаешь ну железная дверь представьте от нее может чем-то стучишь а там в основном кружки они же алюминиевые вот этими вот кружками а пластмассовые были на тот момент короче ложками кружками они там тарабанят и вся тюрьма представьте вся тюрьма ровно в 12 часов вот так вот стучат значит ну в тормоза там да и короче вот так вот они мамочки я то и ну хоть я и была ребята как раз была перед новым годом но на тот момент так получилось а что я тут как раз в карцере пробыла и тут меня резко сразу отправили ну я вот это вот все мне не встретилась то бишь ли я это не запомнила а здесь я ну я прям реально испугалась я думала бунт бунт забастовка думаю все вот и на отмечались на сидели короче что-то случилось а что-то произошло в тюрьме все труба делать что делать я там забегала засуетилась девки вот так на меня смотрят грит свет что случилось с тобой ягод так это чё такое сейчас чугуча сюда чему зараза бегут надо всю прячут и прятать собралась это поздравляю все ой ребят короче кто меня смотрит а я знаю что меня смотрят все ребята коту ну есть я знаю что смотрят мой канал которые люди находятся в местах лишения свободы ребят спасибо вам огромное что вы смотрите вы отмечаете и конечно же я вам желаю вот на данный момент наступающий новом году каждому из вас постаре ну постараться побыстрее покинуть эти места и побыстрее встретиться с матушкой свободы побыстрее увидеться обняться и остаться здесь навсегда и конечно же мои драгоценные подписчики которые никогда с тюрьмой не были связаны и дай бог чтобы так и всегда с вами было ребят конечно есть истории которые можно вспоминать как бы там не было я все равно пытаюсь вам всем донести и всем сказать что тюрьма это не романтика и никакой там романтики нету всю романтику мы создаем сами сами вокруг себя каждый человек вот если он хочет жить в романтике он будет в ней жить не хочет будет жить совершенно в другом в каком-то ну короче ребят за вас желаю вам счастья здоровья благополучия обожаю вас всех вы самый лучший у меня конечно же это наступающий только новый год но мы все равно я как говорю надо с первого числа с первого декабря уже начинать отмечать потихоньку чтобы чувствовать что новый год наступает вот и все так что вот так вот вот такая вот была со мной история но конечно потом до меня это суть до дела дошло но это было запоминающая девчата это действительно для меня это было запоминающая было такое впечатление что вот-вот сейчас что-то произойдет и и что сейчас откроются засовы и нас начнут там потрошить начнется шмон или еще что-то ну короче для меня это было до такой степени ну честно говорю труханула правда прям труханула не по-детски ну а потом поняла что это довольно таки долго и интересно было вот такие вот вот такая была история так что ладно мои хорошие мы конечно сами еще увидимся завтра у нас с вами прямой эфир не забывайте завтра суббота я вас всех жду ну а сейчас пока-пока 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 пока-пока